Трасса 101 Доброго пути! Это Трасса 101, меня зовут Владимир Сметанина. Вперед! Госдума приняла в первом чтении поправки, ужесточающие наказание по статье 19.22 КОАП Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств. Если сейчас санкция предусматривает 100-рублевый штраф или предупреждение, это для рядовых варителей, то депутаты предложили поднять денежное взыскание до 3,5 тысяч рублей. Отмечу, что в кодексе есть похожая статья 12.1. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Например, это просроченные транзиты. Наказание по ней с 1 сентября предполагает штраф от 500 до 800 рублей, а в повторном случае штраф в 5 тысяч или лишение прав сроком от 1 до 3 месяцев. Трасса 101 Российское правительство отвергло законопроект о продаже блатных автомобильных номеров. Документ, появившийся в мае этого года, устанавливал цену за регистрационный знак с красивым сочетанием букв и цифр в 150 тысяч рублей. Чиновники решили, что торговля номерами, цитирую, не соответствует природе государственной пошлины, а кроме того, противоречит налоговому законодательству. Меж тем, кировские автомобилисты поддерживают этот законопроект. Продавать на аукционах блатные номера за хорошую цену – очень хорошая идея, потому что деньги вместо того, чтобы расходиться по карманам, пойдут напрямую в бюджет. Просто великолепная идея, ее давно уже нужно было реализовать. Деньги получатся от этого, пусть идут на строительство новых дорог и ремонтов. Взяли бы и просто бы начали продавать номера. Выставили расценки и, соответственно, каждый уже выбирает по своим средствам. Хорошая идея. Есть деньги, покупай номер. Однако, замечу, есть шансы, что правительство не похоронит данную идею. Возможно, оно разработает правила организации и проведения аукционов по присвоению регистрационных знаков. ТРАССА 101 Минпромторг планирует ограничить срок эксплуатации машин, использующихся в коммерческих целях. Тем самым чиновники хотят подтолкнуть предпринимателей к более частому обновлению автопарка и, как следствие, повысить безопасность движения. Конкретные временные рамки пока не озвучиваются. Отмечу, что по данным министерства, почти 65% легких коммерческих авто, к примеру, «Газелей», в нашей стране старше 8 лет, 76% больших грузовиков и 57% автобусов старше 10 лет. Передвигаясь на авто под дорогам нашей области, нередко можно заприметить диких животных. Встреча с ними вызывает удивление и даже восторг. Такие эмоции испытал и вице-спикер областного заксобрания Михаил Курашин. Со своими друзьями поехали мы на рыбалку. На рыбалку ранее, когда еще солнышко только встает. Ехали в сторону Куменского района и где-то на одном из пригорков я обратил внимание на то, как впереди, прямо на дороге, стоит силуэт, красивый силуэт четвероногого животного. Я достаточно удивился, говорю, а у нас чего по ночам коровы по дорогам бродят? На что, собственно, возникла реплика, ну, корова, это не должна быть корова. И когда мы начали подъезжать поближе, то мы убедились, что это действительно оказался молодой лось, который на фоне восходящего солнца смотрелся очень шикарно. Мы, соответственно, приостановились, чтобы и не вспугнуть. И помимо того, чтобы не вспугнуть, еще один из опытных у нас охотников сказал, погодите, говорит, не спешите. Сейчас такой период, что они обычно ходят парой. И действительно, буквально там прошли доли секунды, и на дорогу вышел второй красавец. К тому же, кто из них мальчик, девочка, не разглядеть при восходящем солнце. Но это смотрелось достаточно красиво, на расстоянии где-то метров, наверное, 50. Мы наблюдали, как их два лосья вышли, остановились на дороге, и потом так же не спеша пошли. Прощаюсь до завтра. Пока. Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова